Снег и минусовая температура — повод не только сменить резину на авто, но и обновить гардероб. А вот в чем будет теплее в сибирске морозы? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый сибиряк как минимум раз в пару лет. Мы провели свой эксперимент. Мой коллега Дмитрий Куканас опробовал разные виды зимней одежды на себе в промышленной морозильной камере. А для чистоты эксперимента мы просканировали его тепловизором. Этой зимой производители предлагают согреваться новыми материалами. Мембранной тканью, холофайбером и наполнителем с парафиновыми микрокапсулами. Разумеется, производители тестируют свою продукцию на специальных паникенах, у которых разные участки имеют разную температуру. Мы же проверим эти куртки на натуре. А для того, чтобы избежать субъективных оценок, будем использовать специальный прибор-тепловизор, который бесконтактным образом измеряет температуру и показывает утечку тепла. Первой в промышленной морозильной установке испытываем куртку с климат-контролем. Пока не с чем сравнивать, но в целом тепло держит. Единственное, в районе подмышек идет интенсивный теплообмен. У меня замерзли только открытые участки тела. Руки без варежек, они ощущают холод. Следующий образец – комбинированный. Полиэстер и верблюжья шерсть. Сразу видно, как карманы нагреваются от рук. Также в подмышках видим отток тепла. Это самые горячие области у нас, нашего тела. Наш последний испытательный образец с гусиным пухом и пером соотношение 80-20. Как и у предыдущих образцов, слабые места те же. Через подмышки больше тепла здесь входило. Повернись, пожалуйста. Но этот лучше держит тепло, судя по всему. Куртки с пухом стоят дороже. К примеру, цена любимых президентом Путиным канадских пуховиков достигает 90 тысяч рублей. Вслед за ним моду на неброскую и практичную одежду переняли многие российские чиновники. Вот и мэр Омска Вячеслав Двораковский на мероприятиях в темно-синей куртке. Губернатор Виктор Назаров в рабочих поездках согревается также. Куртки с пуховым или синтетическим наполнителем в нашем тесте проявили себя примерно одинаково. Они сопоставимы примерно, судя по температуре поверхности, по теплопотерям. Можно сказать, что пуховик с климат-контролем, у него больше потери от плеч идут. То есть там он был теплее. А пуховик с верблюжьей шерстью, на мой взгляд, меньше теплопотерь. Тепло уходит через замки и карманы. Многое зависит и от качества ткани или швов. Лучше всего это видно на дубленке, даже при минус 2 градусах. Пуховики у тебя были, которые в плечах не так сильно теряют. Которые с верблюжьей шерстью и с пухом. Что показательно, здесь карманы у данной модели не особо греют. Мы видим, что тепло от рук теряется через карманы. Немало также зависит от качества материала и пошива. Чтобы не мерзнуть в шубе, специалисты советуют обращать внимание на производителя. Например, норка из Китая значительно уступает сибирской лисе. Скорняки из Поднебесной растягивают шкурки, чтобы сэкономить на материале. Ну и, конечно, мех должен быть доцельный. То есть цельная шкурка, если это сшито из каких-то кусочков, это уже продуваем. Отпишите, да, сколько там проколов иголочек идет из каких-то кусочков. Впрочем, шубу чаще выбирают не для того, чтобы согреться, а скорее, чтобы подчеркнуть статус. И что греет больше – мех или осознание того, что человек может себе его позволить – еще вопрос. Она теплее. Все. Она теплее просто. Пуховик лучше, практичнее. А шуба красива. Сибирь, зима, всяко бывает. Ну, шуба лучше. Красивее шуба, практичнее пуховик. Шуба висит. Пуховик носим. Дмитрий Куканас, Антон Щетинин, Сергей Степанишин и Евгений Русенко. Омск здесь.